И начнем с ситуацией в Оксюбинской области. Там спецкомиссия подсчитывает ущерб от паводков. Сейчас в регионе находится глава МЧС. Юрий Леин оценивает ситуацию и координирует работу по ликвидации последствий подтопления. Он посетил ряд населенных пунктов Кобдинского и Уилского районов. 75 семьям, пострадавшим от паводков, перечислят материальную помощь в размере 500 тысяч тенге из внебюджетных средств. А тем, у кого дома не подлежат восстановлению, приобретут новое жилье, сообщили в Оксюбинской области. Напомню, накануне в селе Харата Уилского района талые воды прорвали земляную насыпь, которую соорудили для защиты населенного пункта от воды. В результате подтопленными оказались 12 дворов. Вода зашла в два дома. 79 домов и 22 дворовые территории подтоплены в селе Хобда. Три жилых строения полностью разрушены, два в аварийном состоянии. Работы по откачке воды продолжаются. Довольно-таки сложная обстановка в Уилском районе. Принято решение. Сейчас срочно уже предпринимаются меры по направлению инженерной техники, разрыву перемычек лиманных сооружений, которые были сооружены там, потому что есть угроза повышения уровня воды и, соответственно, подтопления населенных пунктов нескольких ниже по течению реки Уил. Ну и параллельно мы передали эту информацию, соответственно, вашим соседям. Это территория Атыраусской области, потому что большая вода может прийти там и предпринимаются меры уже на территории соседнего региона.